Привет из Беларуси! Хочу вас сегодня познакомить с некоторыми сортами вегетативной ампельной петунии. Конечно, еще петуния не в полный, так сказать, размер, как она должна быть, но уже можно определить примерно, как она будет выглядеть и цветок посмотреть. Так что давайте с вами полюбуемся, пока сезон не начался, потому что потом будет уже не до этого. Мы сегодня будем с вами говорить об петунии вегетативной ампельной, то есть это петуния из черенков. Семенами такая петуния не размножается. Ну вот перед нами два растения серия Splash Dance, Magenta Mamba, вот это вот вишневая и Violet Wog. Я вам уже показывала, в прошлый раз, что они зацветают, но вот теперь цветения стало больше. Что хочу сказать, что на Violet Wog могут встретиться вот такие вот неокрашенные цветки или даже наполовину окрашенные, как видите. Это нормально для такой вот фантазийной расцветки. Расцветка зависит от температуры и от освещения во многом. Кстати, на таких растениях с такой вот расцветочкой бывает, и что растения целиком не окрашены или окрасятся потом, допустим, уже во взрослом возрасте. Это тоже нормально. Ну, Magenta Mamba, она немножко другая. Как видите, она более наполненный куст. Все кусты формированные. Ну, конечно, с них резались черенки. Они пока еще не в нормальной форме, потому что сегодня у нас 17 апреля. У меня еще примерно две недели, а может и больше, смотря по погоде, сколько до торговли. Поэтому я думаю, что они успеют у меня разойтись на горшок. Горшки небольшие на 2,5 литра, потому что у нас покупатели не очень богатые. Мы для них такие дорогие горшки не делаем. Все рассчитывается на свой собственный рынок. Вот считаю, что очень красивые расцветочки, яркие. И все они сейчас популярны, все они сейчас нравятся. Это серия Surprise, сорт Sparking Red. Как видите, это один и тот же сорт. Но получается, что одно растение хорошо окрашенное, как положено по сорту. А на втором практически нет окраса. Он может появиться потом, попозже. Но хочу сказать, что само по себе растение даже не окрашено. Оно очень красивое. У него такой приятный красный цвет, ближе к малиновому, с малиновым оттенком. И это растение тоже хорошо пойдет в продажах. Просто я, покупатели, предупреждаю, что если появится вот такой вот окрас, да, в штрихи, в белые, то это нормально, чтобы они не пугались. Потому что всякое бывает, знаете ли. У меня были такие случаи, что, допустим, в какой-то сорт одно или два растения не окрашивались. Но поскольку все цвета очень красивые у растений, то они хорошо уходили. Но просто покупатели, я предупреждаю. Вот здесь видите, маленький штришок как бы есть белый. Ну, надеюсь, может быть, окрасится потом. Хотя растения висят у меня, вот даже вам по дому покажу, пустое место, да, вот здесь два рядышком. То есть у них абсолютно одинаковые условия. Но еще раз повторю, что окраска вот таких фантазийных растений, фантазийных петуний, она вот так может играть. Это бывает. Еще два растения из серии Splash Dance. Вот это называется Roomba Rose. А вот это Balero. Balero зацветает позже. Сначала, вот я вообще не понимала, почему Roomba Rose. Потому что цветки поначалу окрашены в точно такой же вот голубой цвет. А теперь вот поставила рядом, смотрю, что пошел окрашиваться более фиолетовый вот Roomba Rose. Но все равно до тех картинок, которые в интернете печатаются, ему далеко. Вообще, поначалу кажется, что это один и тот же сорт. Но поверьте мне, что... Вот смотрите, как устроено это растение. Да, оно только зацветает еще. Но по форме видно, что оно совсем отличается от этого. Видите, сплошные цветы идут. Возможно, он уйдет в розовый. Будет как на картинке. Не знаю. Посмотрим попозже, что из него получится. Но само по себе растение красивое. Мне нравится. Очень много цветов дает. И, в общем-то, приятно его растить. Хотя это тоже... Цветочков меньше на болеру. Но они такие больше в синий идут, в небесно-синий. Симпатичные. Но здесь штрихи меньше белые. Видите? Две практически неотличимые петунии. Это у нас Moonwalk и Cherry Black. Вот это вот Cherry Black, которая вот у меня здесь. Да, Cherry Black. А это Moonwalk. Лунная прогулка. Ну, особых отличий не вижу. Может быть, Cherry Black чуть ближе действительно к бордовому. А вот лунная прогулка вообще очень темная. Но, в принципе, если посмотреть на куст, вот, видите, Cherry Black и Moonwalk. В принципе, растут они очень похожи. Очень похожи. Можно брать какой-то вот из них один сорт. Если это то, что вот до меня дошло. Потому что вы понимаете, что до меня не все названия доходят в полной своей форме. Поскольку всегда одна идет бирочка на кассету. Уже когда мы получаем мелкие партии, то нам название человеку, который продает, некогда писать полное. Поэтому мы получаем такое, знаете, сокращенное название. Но вот как я их получила, так я вам их и показываю. Показываю мою любимую петунию. Это серия веранда Little Picasso. Сорт Little Picasso. Я ее всегда себе оставляю. Это единственная петуния, которую я себе сейчас оставляю. Ну, вот именно для себя. Бесподобная, вы знаете. Столько цветов. Никакой формировки не нужно для нее. Она очень набитая. Очень такая компактная. И, как видите, и цветок у нее модный. Такой с зеленой каймой. И сам по себе вот такой цвет бургунди, как обычно бывает у нас. Очень красивая, замечательная. Я ее бесконечно люблю. И один еще новый сорт. Смотрите. Вот, показываю вам. Это сорт Бургунди Yellow Piccati. То есть, желтая звезда. Бордовая желтая звезда. Действительно. Цветок очень интересный. Это новиночка вот такая для меня. Под таким названием она ко мне пришла. Ну, куст, конечно, немного рыхловат. Но ничего страшного. В принципе, нарастет и будет тоже красивая. Цветок яркий, как видите. Я думаю, что покупателям понравится такая вот звезда. И еще одна из моих любимец. В прошлом году я и покупатели очень скучали. Не было черенков. Это мелкоцветковая ампельная петуния Little Toonie. Общее название идет у серии Little Toonie. Little маленькая, маленькая петуния. Тут у меня три сорта. Это Little Toonie Shiras Rose. Little Toonie Shiras Purple и Grace. Little Toonie Grace. Белая новая. У меня ее никогда не было. А вот эти два сорта были. Вы знаете, тоже получила отзывы от покупателей. Всем она очень понравилась. В прошлом году все спрашивали, кто брал в позапрошлом. Потому что это бесподобная петуния. Она нарастает очень хорошо. Цветет беспрерывно. Никакой формировки особо не требует. Не обрезки, ничего. То есть весь сезон. И так были все ей довольны. Но черенки, как видите, не каждый год бывают. Но бесподобная тоже. Я ее тоже себе оставляю. Вот из мелкоцветковой оставлю себе все. Посмотрю на них. Как вот эта Grace растет. Есть еще одна похожая на Grace. У меня петуния. Table White называется. Но она еще не зацвела. И она больше такие более длинные плеть пускает. То есть сегодня я, конечно, вам все не покажу. Все еще так не зацвело. Но вот хотя бы такие интересные расцветки из тех, что есть. Очень известный, популярный сорт. Петуния-светуния Purple Jam. Она бывает у меня частенько. Очень красивая тоже. Ну, конечно, надо формировать. Не мешало бы ее еще разочек обрезать. Но растет она замечательно. Это все полуампельные петунии. То есть они такой большой шапкой цветочной растут. И похожая петуния, но в другом цвете. Это серия Ray. Называется Purple Wayne. Purple Wayne называется. Но они, как видите, очень похожи по окраске. Только в разных цветах. Вот два цветочка, как видите. Похожи, правда? Веяны это вот эти паутинка такая темная. Она называется веяны в сортах. Симпатичная, конечно. Патония Pultra пришла. Тоже каждый год она у нас. Очень яркий цветок. Просто такой какой-то с неоновой подсветкой. Симпатичная. Вот так набитая вся. Ну, она еще маловато. Она еще разрастется, конечно. Еще не зацвела желтая. По-моему, сорт Popcorn называется. Тоже такая набитая вся цветами. В общем, красоты много. Будем ждать, пока она разрастется. Вот на первой продаже уже эти горшки пойдут. Много с них и черенков сняла. В общем, все как бы скоро будет готово. Будет ли готов покупатель, это вопрос, потому что у нас холодно. Ну и наш покупатель не дачник. А пока огороды не посадят, его цветы мало интересуют. Поэтому мы не спешим с первыми продажами. Ну что ж, я вас познакомила с моими петуниями. А у меня на сегодня все. Пора прощаться. До свидания. Надеюсь. До скорого. Продолжение следует.